Хорошо. Наш следующий доклад посвящен микросервисам. Прошу поприветствовать Диму. Всем добрый вечер. Большое спасибо, что вы все здесь сегодня собрались для того, чтобы послушать наши доклады. Немного о себе. Я Custom PHP Developer, более чем с 10-летним опытом стажа. Всегда работал только с Custom, потому что, скажем так, в моей жизни где-то был один год черной полосы. Пройдя через OS Commerce или ZenCart, я понял, что это не мое, и работать с какими-то готовыми ядрами я просто не согласен. На данный момент я являюсь PHP-лидевелопером в компании Request. Есть GitHub. Много вы там, в принципе, не увидите, потому что все основные наработки идут в корпоративную репозиторию. Поговорим мы сегодня с вами о шаблонах проектирования приложений в целом, а не их в каких-то отдельных частях. Поговорим мы с вами сегодня о монолитной архитектуре, о микросервисной архитектуре. Также я поделюсь нашим опытом в плане разработки микросервисного приложения. Монолитная архитектура. Требования, в принципе, достаточно простые. Командная работа, приложения должны быть простым пониманием, автоматическое развертывание проекта, возможность одновременного запуска нескольких копий вашего приложения, ну и также использование новых технологий, если это необходимо. Решение достаточно тоже тривиальное, то есть берем понравившийся вам фреймворк и начинаем на базе него писать какое-то приложение. Структура самая простая. Есть браузер, есть веб-сервер, который получает какой-то запрос и перенаправляет его на ваше приложение, оно, общаясь с базой данных или с каким-то другим ресурсом хранилища, получает какой-то ответ, и все это в обратном порядке уходит на клиент. Преимущества данного подхода. Простота в разработке, простота в развертывании, вроде бы как, простота в масштабировании тоже вроде бы как. Недостатки. Как только проект начинает расти, а количество участников в этом проекте тоже возрастает, то понимание кода становится крайне сложным. Особенно если там кто-то начал, потом ушел, уволился, ушел в отпуск, или вообще, не дай бог, умер. Чем больше проект, тем больше идет нагрузка на вашу среду разработки, потому что тому же IDE приходится создавать достаточно большие индексы для быстрого поиска кода или же для ускорения вашей работы. Непрерывное развертывание тоже затрудняется. Затрудняется по той причине, что, например, у вас очень большое приложение, вам нужно внести туда небольшую правку или внести какую-то новую фичу. Для того, чтобы его потом, это приложение запустить, вам необходимо будет, скажем так, выгрузить этот код обратно на сервер. Если это компилируемые языки, то опять скомпилировать все заново. Если же ваш код использует какие-то резидентные сервисы, то их нужно будет остановить, опять-таки запустить их заново для того, чтобы они получили обновленный код. Масштабирование тоже очень затрудняется в том отношении, что если вы работаете с кешированием для того, чтобы быстро получить повторный доступ к каким-то данным, при скейлинге, например, кеширование очень сильно затрудняется. Код. Чем больше код, тем он сложнее, тем он запутаннее, тем он сложнее в поддержке, тем больше у него отказа устойчивость. Как показывает практика, даже если весь код покрыт какими-то функциональными или интеграционными тестами, все равно где-то вылезет какая-то божина. Может быть, она будет не синтаксическая или критическая, она может быть просто завязана в какой-то логике, которую вы просто недосмотрели. Чем больше проект, тем он, в принципе, всегда долгий. Значит, он достаточно старый, значит, стек технологии к нему тоже устаревает. И очень часто бывает такая вещь, что заменить на что-то новое у вас просто не получается. Даже по совместимости, допустим, того же PHP. То есть у меня есть текущий проект, который работает сугубо на PHP 5.6 и на 7.1, я его не перенесу никаких, ну, я его не смогу запустить. Для того, чтобы это сделать, мне придется, ну, или проще переписать его, или потратить, не знаю, там пол своей жизни для того, чтобы как-то подвести его к новому стеку. Микросервисная архитектура. Понятие микросервисы достаточно абстрактное понятие. То есть я думаю, вы вряд ли найдете четкое понимание, что это такое. То есть каждый это понимает по-своему. Например, у нас был проект по грузоперевозкам. То есть было core ядро, написанное на Symfony, и было еще ряд внешних сервисов, с которыми это ядро общалось. То есть, например, сервис геолокации, который отображает текущее положение машины на карте, или, например, сервис обертка на Google Autocomplete для получения каких-то тоже геоданных. То есть фактически это та же микросервисная архитектура. Когда у вас есть основное приложение, которое общается с какими-то сервисами, они отправляют туда запросы, получают какие-то ответы. Требования к приложению здесь в принципе аналогичные. То есть у нас командная работа, должно быть простым для понимания модификации, автоматическое разворачивание, запуска нескольких копий, использование новых технологий. То есть создаем слабо связанные сервисы с каким-то узконаправленным функционалом, которые могут между собой общаться либо с синхронным протоколом HTTP, либо асинхронным АМКП. Сервисы могут разрабатываться, разворачиваться независимо друг от друга. Скажем так, назовем классическая архитектура микросервисного приложения. То есть есть слой базы данных, где у нас хранятся данные, есть слой непосредственно самих сервисов, которые отвечают за какую-то свою узкую направленность. У нас есть внешний интерфейс в виде реста для того, чтобы мы могли общаться с этими сервисами. И также мы можем выделить, например, для мобайл-аппликейшн, мы посоздаем настройку над всеми микросервисами API Gateway. Для обыкновенного клиента это может быть Storefront Web Application, в качестве которого может выступать, например, то же приложение на Angular, на React или на чем-то еще. То есть, например, у нас это выступает Angular. Преимущества. Быстрое тестирование и развертывание. Так как сервис очень маленький, его очень легко как небольшую единицу оттестировать. Также после каких-то изменений, правок или внесения новых функционалов его очень можно быстро развернуть. Сервис получается относительно невелик, код в нем небольшой, новый член команды очень быстро может войти в процесс. Опять-таки, код небольшой и DE, нагрузка на нее маленькая, у вас получается, ваше окружение работает достаточно быстро и стабильно. Высокая отказовоустойчивость системы. В случае падения одного из микросервисов, остальная система может работать стабильно, без каких-либо задержек. При разработке нового сервиса можно выбрать новый стек технологий. Но есть и ряд недостатков. ИDE ориентировано в создании монолитных приложений. Как показала практика, сейчас в нашем приложении порядка 11 микросервисов, и когда нужно, допустим, оттестировать весь функционал в скопе, то это сделать очень сложно. При помощи того же X-дебага нужно, грубо говоря, немножко поплясать, для того, чтобы вы перешли, отследили весь флоу полностью от одного микросервиса к другому, переходы и так далее и тому подобное. Ну это вот получается как бы первые два пункта. Как бы вы ни пытались создать независимые микросервисы, рано или поздно вы все-таки приходите к тому, что они начинают между собой общаться. Это хреново, но, блин, никуда не денешься. И для того, чтобы, скажем, облегчить и себе жизнь, и жизнь с будущим разработчиком, желательно написать какой-то SDK для всего этого дела. Также при создании нескольких сервисов, если они в своем итоге будут по данным как-то завязаны, нужно, ну очень необходимо координировать команду, для того, чтобы потом не происходило каких-то недопониманий, коллапсов и так далее и тому подобное. Когда использовать микросервисную архитектуру? Например, при разработке первой версии приложения. В качестве примера можно привести какой-нибудь стартап. Стартап – это вещь, скажем так, малофинансируемая. Допустим, у вас бюджет ограничен, и вам нужно быстро зарабатывать деньги. И у вас нет ни времени, ни денег для того, чтобы писать какого-то монстра, на котором вы можете зарабатывать. То есть вы написали какой-то кусок, вы выкатили его в жизнь, вы посмотрели, получили какой-то фидбэк, доработали, если необходимо, начали зарабатывать. Зарабатываете, получили деньги, начинаете развивать. И таким образом вы можете потихонечку выстраивать свое приложение. Как разбить монолитное приложение на сервис? Логически и потом физически разделить функционал, который отвечает либо за конкретные действия, либо над операцией, над объектами. Под конкретными действиями здесь имеется в виду, например, у вас есть сервис для работы с пользователями, у вас есть сервис для работы с его заказом. Для того, чтобы получить и те, и другие данные, вы это все можете вынести в отдельные микросервисы. Или для работы над этим объектом, это, например, работа с профайлом, работа конкретно с пользователем, с его данными. Как поддерживать согласованность данных? Вот это, кстати говоря, является одна из больших проблем. Каждый микросервис может иметь свою изолированную базу данных или даже сервер баз данных. Для того, чтобы получить целостность данных, есть такой шаблон проектирования, называется Saga. Это когда каждый из сервисов публикует какое-то событие об изменении своего состояния. То есть, например, сервис получил какой-то пост-запрос на внесение данных или патч на изменение этих данных или удаление. После того, как сервис это сделал, он публикует событие, что у него было какое-то изменение, и на эти изменения подписываются другие сервисы, если они имеют какую-то от него зависимость. В общем, в флоу Saga выглядит где-то так. То есть это получается фактически транзакция в транзакции. То есть у вас открывается одна большая транзакция или Saga. Дальше получается, например, ну на вот этом примере, например, вы хотите забронировать сначала номер в отеле, потом забронировать машину для поездок, ну и билет на самолет для того, чтобы добраться в город или страну, куда вы собираетесь ехать. В случае отказа, в случае ошибки на каком-то из вот этих вот этапов, паттерн Saga полностью откатывает всю транзакцию, что позволяет вам сохранить целостность данных. Сервисы с общей базой данных. Они должны быть слабо связаны. Вы должны, вам необходимо получить данные, которые принадлежат нескольким сервисам. Но бывает такое, что сервисы могут иметь разные требования к базам данных, но вам приходится искать какую-то в этом вопросе медиану. То есть мы используем одну базу данных, которая используется несколькими службами. Каждая служба обращается только к своим данным. И все транзакции происходят в локальной транзакции ACET. То есть схема как бы близительно вот такая. Преимущество данного подхода в том, что мы используем эти транзакции, которые нам обеспечивают как транзакционность, обеспособленность данных и так далее, и тому подобное. Единая база данных проще для работы и обслуживания. Недостатки. Связь времени разработки. Связь времени разработки. В процессе разработки, если одну базу данных использует несколько микросервисов, естественно, команды, они создают структуру базы данных именно под свой микросервис. И нередко является такая ситуация, когда в какую-то таблицу другого микросервиса вам необходимо добавить какие-то поля, потому что они вам тоже понадобятся потом в будущем. И здесь в процессе разработки могут возникнуть конфликты. Вы добавили, они не учли, они что-то добавили новое, вы тоже не учли, то есть в итоге приложение не работает. Связь времени выполнения. Если, например, один микросервис обратился к данным, ну, на… вернее, пытается обратиться к каким-то данным другого микросервиса на чтение, а этот микросервис в это время делает какую-то запись в эту таблицу, то получается, таблица у нас заблокирована, первый микросервис, данные не получают. Также единая база данных может не удовлетворять требованиям хранения. Какому-то микросервису нужны реляционные базы данных, какому-то микросервису могут понадобиться новоскейль базы данных по типу MongoDB, какому-то микросервису может понадобиться сервис поиска по типу Elasticsearch. Сервисы с собственными базами данных тоже требования, в принципе, где-то почти везде одинаковые, то есть слабая связанность, запрос данных, принадлежащий нескольким службам, мы должны иметь возможность получить связанные данные с нескольких сервисов. Также у нас очень часто стоит задача, чтобы наша база данных должна иметь возможность лепрессирования и распределения по масштабированию. То есть здесь обычно решение всего этого дела, у каждого микросервиса существует своя база данных и другие микросервисы не имеют к ней прямого доступа, а получают эти данные посредством API. Структура микросервиса с первой датабейс это выглядит вот так. Не всегда нужно выделять под такую архитектуру собственный сервис баз данных. То есть достаточно просто создать какие-то гранты на уровне реликционной базы данных для того, чтобы выделить уровни доступа можно в плане как в одной базе данных private table per service или схемой per service. То есть датабейс сервис per service это уже что называется если вообще уже надо и все. То есть самые скажем грубо говоря наименее дешевые варианты это вот именно первый private table и схемы per service. Зачем еще если вы собираетесь жить в одной базе данных по гранту и создавать гранты они нужны для того, чтобы у разработчиков не было соблазна напрямую получить данные из другого микросервиса или попытаться изменить эти данные. Преимущество данного подхода помогает гарантировать, что сервисы слабо связаны, изменение данных в одном микросервисе не повлияет на поведение в другом микросервисе. Каждый микросервис может использовать нужный ему тип базы данных. Как уже я говорил вводной по микросервисам одна из проблем является внедрение транзакций и объединение данных из разных микросервисов также является достаточно сложной задачей, потому что нам для агрегирования этих данных необходимо будет сделать немалое количество Http-запросов. Решением данных проблем есть две. То есть IPI-копозишн. Это когда вы создаете некий слой, типа, как я показывал на одном предыдущих слайдах, слайдах IPI-гейтвей. То есть это слой, который будет вам отдавать сразу все агрегированные, все необходимые вам данные, то есть и вас абсолютно не интересует, каким образом он это все дело получил. Или же второй вариант это разделение ответственности на команды и запросы. То есть когда у вас есть некое общее представление, которое подписывается на события изменения данных в нужных вам микросервисах. То есть как только в каком-то из микросервисов произошло событие, он кидает ивент, это представление, подписываясь на этот ивент, забирает эти необходимые данные и хранит у себя. А вы уже просто обращаясь к этой базе данных получаете эти данные целиком, то есть без дополнительных тех же HTTP запросов. Данный подход SQ-RSS, то есть база данных может иметь всего одну донормализованную таблицу, где вы можете хранить полную все, 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 что вам необходимо, то есть все зависит от вашей задачи. теперь наш опыт. Проект Property Management System, система по управлению домами. Как я уже говорил, на текущий момент у нас сейчас 11 микросервисов и два еще на подходе. Когда к нам пришел наш заказчик, он как говорил Сергей, он пришел, говорит, вот я вот хочу там фронт на ангуларе, то есть он пришел и нам сказал, я хочу, чтобы это было микросервис. Хорошо, что вы имеете в виду под микросервис? Ответа, естественно, он нам не дал, он просто постоянно твердил, хочу микросервис, ладно, хорошо, давай исследовать эту тему. потом в итоге выяснилось, что оказывается на текущий момент у него уже есть монолитное приложение такого же рода, но оно уже является нестабильным, потому что за время своей жизни оно очень сильно выросло, перенесло немало операций по кастомизации, потому что разные заказчики, живущие в этом приложении, выставляли свои различные требования и программистам приходилось сюда вбивать кучу гвоздей, который являлся гвоздем просто в крышку гроба и в итоге это приложение начало умирать. Стэк-технологии, которые мы выбрали для реализации нашего приложения на базе Symfony 3. Symfony 3 для авторизации и датификации взяли FOS House Bundle для построения REST FOS REST API DOC Bundle и за основу построения абстракции создания эндпоинтов мы взяли свою собственную разработку request на MAPI Bundle по той причине, что после некоторого инвестигейта текущих существующих уже решений мы пришли к выводу, что они очень деревянные и плохо кастомизируются. Храним мы все это чудо в облаках Амазона с использованием инстансов, все файловое хранилище у нас в S3 Bucket рассылка у нас происходит через Simple E-mail сервис Simple Notification сервис мы используем для того, чтобы отчекать ушло ли письмо, получил ли его конечный адресат по той причине, что у нас произошла накладка, когда мы нечаянно запустили порядка тысячи тестовых писем на несуществующие адреса и Амазон нам просто прислал большое гневное письмо и отключил у нас просто от своего сервиса. То есть мы вот как-то наступив на одни грабли решили от них избавиться. Аутентификация, авторизация происходит, как я уже показывал, через ОАУС, то есть мы создаем клиентские ключи, фронт вместе по гранту пасфорд отправляет логин, пароль, эти ключи получают временный токен и этот токен уже потом в хедерах посылается на каждый запрос к какому-то endpoint. Выглядит это приблизительно так. Когда клиент, например, отправляет запрос в билдинге для получения билдингов или резидентов, которые в них проживают, ему приходит в хедере токен. Перед тем, как билдинг отдает данные, он должен проверить, реально ли этот пользователь существует, реально ли он авторизирован. Для этих целей резидентно опять-таки через REST мы сущимся в house bundle, отсылаем этот токен, house bundle токен получает, ищет пользователя, если он токен живой, если пользователь существует, мы отправляем положительный ответ, после этого сервис уже может обратиться в базу данных и вернуть какой-то результат. Так, что еще? Проблемы. Проблем было в принципе немало. Одна из них, то, что я рассказывал по поводу работы с амазоновскими облаками, потом мы для одного из микросервисов, сервиса рассылки, решили использовать Morgue. Как бы посмотрели, что прилиционная база данных там в принципе не нужна, особых связей нет, выборок тоже нет, просто глобальное хранилище, куда мы будем сваливать имейлы, кому отправлять имя, там какой-то текст письма и все это вот так вот туда уходит. Как бы написали, запустили, вроде все работает, все отлично, выгрузили в облака, потом приходит наш DevOps и говорит, ребята, это все прекрасно, но как вы собираетесь скилить инстанс с MongoDB? Да никак. Поэтому Mongo свернули, инстанс удалили, переехали в RDS, в реляционную базу данных. Потом что еще? Как бы отправки писем решили использовать Demon German PHP, как бы старая штука, в принципе в свое время работала неплохо, я с ней работал, она мне нравилась, но в итоге выяснилось, что на CentOS поставить ее достаточно сложно, она работает не совсем стабильно, поэтому сейчас думаем о том, чтобы переехать на опять-таки амазоновский сервис SimpleQService, то есть сервис очередей Амазона, что в свою очередь нам позволит подружить между собой сразу SES и SQS при помощи тех же лямбда-функций, то есть мы это уже проэкспериментировали, все это прекрасно работает. В принципе как бы у меня все если есть вопросы может микрофон, да у меня будет всем привет еще раз у меня вопрос такой если вы разрываете связи в коде которые связаны библиотеки целыми интерфейсами собственно зачем они служат эти интерфейсы для того, чтобы гарантировать что в этой библиотеке или в этом модуле то, что торчит наружу будет торчать оно там есть как вы гарантируете это с микросервис как я могу гарантировать целостность контракт входящих исходящих интерфейсов моделей как я могу гарантировать что заработает то, что уже работало раньше после обновления например что мне с этим сделать можно потом постфактум после деплоймента сервис хороший вопрос мы как бы стараемся все тестировать до деплоймента то есть получается мы весь код все покрываем интеграционными тестами проверяем хорошо следующий здравствуйте спасибо за доклад вы делали сравнительную характеристику получается монолитной архитектуры и архитектуры микросервисов в том числе и вот у меня вполне два закономерных вопроса вы приводили схему в которой показывали связи между микросервисами клиентом и так далее первый вопрос насколько этой архитектуры будет быстродействием компенсироваться торможение за счет количества связей большого количества связей второй вопрос будет ли за счет опять же того же большого количества связей эта система отказоустойчивой и насколько имеется ввиду при микросервисном подходе да в сравнении с монолитным там связи по минимуму ну как я уже говорил то есть при падении одного микросервиса вся остальная система может работать да у нас как бы предполагается что микросервисы должны жить независимо друг от друга к сожалению у нас это не получилось то есть у нас сейчас покажу то есть мы очень сильно зависим от аус бандла от аус микросервиса потому что мы постоянно его дергаем для того чтобы аутентифицировать пользователя вернее авторизировать и у нас очень большая зависимость от билдинга микросервиса потому что все основные данные по домам и резидентам и жителям этих домов хранятся именно там то есть когда мы создаем посылку какому-то резиденту вот парсис мы у нас просто есть необходимость подтянуть данные сначала с билдинга при том это получается сначала могут подтянуться дома потом квартиры потом сами резиденты то есть в случае падения одного из вот этих двух парсел как бы на отображение данных предыдущих он будет работать потому что все данные мы дублируем дублируем по двум причинам первое чтобы не было зависимости от билдинга и второе для того чтобы сохранилась история изменений в плане если резидент например она заехала в квартиру под одной фамилией вышла замуж она поменяла фамилию то есть эта история должна сохраняться или же переименовали квартиру или же там с домом что-то произошло его тоже переименовали потенциально мы получаем большее количество батлнеков возможно в разы ну да есть свои какие-то скажем нюансы следующий вопрос всем привет меня Тарас зовут ладно я просто тему тоже хотел рассказывать но перехватили инициатив в общем классный доклад вопросы первый как вы осуществляете мониторинг а вот это не было затронуто и соответственно что происходит если у вас один из микросервисов падает как на это реагируют другие микросервисы то есть я понимаю что система полностью не падает но тем не менее что происходит мониторинг ну мониторингом у нас занимается на том у нас существуют довсы для того чтобы они отслеживали что творится в облаках то есть мы туда особо не лезем но по поводу падения я только что рассказал то есть если один из основных билдинг или аус падает то да новую запись мы создать не можем потому что мы зависим от этого но отобразить предыдущие данные мы сможем потому что все эти данные хранятся в нашей локальной базе данных которая принадлежит именно этому микросервису не может не может но то есть получается если у вас падает один из сервисов то об этом первые узнают девопсы как-то и они там бьют тревогу и это все исправляют но но опять таки смотря как речь в каком плане идет речь о падении то есть падает инстанс или что или там база легла или что ладно спасибо большое хорошо еще вопросы здравствуйте в общем есть такой вопрос вы сказали что вы используете symphony 3 для написания микросервис с чем вообще был вызван выбор symphony 3 какими критериями вы вообще ну как бы почему symphony 3 в смысле почему не 2 не 4 почему symphony а почему symphony ну как бы мы работаем на symphony и в принципе после рассмотрения тоже как уже было оговорено на предыдущем докладе да по поводу архитектур закладки архитектуры то есть мы пришли к выводу что в принципе несмотря на то что он достаточно гром ну большой да он в принципе вполне подходит под наши требования потому что благодаря тому что он большой многофункционален мы можем написать много ну окей сейчас еще один да и плюс не изобретая велосипеды мы можем использовать уже некоторые готовые модули решения которые легко подключаются да спасибо за ответ и еще один вопрос вы в самом начале доклада сказали что могут быть с масштабированием приложения в кэшах проблемы почему это может быть проблема если кэши можно просто увести в редис инстансы в эластик бинсток на том же авесе и как бы кэши будут жить в редисе и все там как бы есть разница между 7.0 и 7.1 но 7.0 и 5.6 там full backward compatibility сейчас скажу там проблема в чем была проблема была в одной зависимости которая использовала по-моему xml парсер и вот то есть там получилась несовместимость структуры то есть на этапе у меня грубо говоря компиляции всего этого делала но приложение просто падало а вот и все ну ладно спасибо так ребята еще вопросы так так ну я тут кто ближе всем привет ну у меня вопрос десь да чтобы выйти от монолитной архитектуры в себя на проекте мы например можно чуть реально погромче чтобы выйти от монолитной базы данных между микросервисами мы они между собой спілкуються через REST API ну все просто так вот ты сказал что у вас на проекте сейчас 11 микросервисов да часть из них мает общую спульную базу данных от например оаус да ну микросервис авторизации и когда например вы поменяете в ньому гейтвей как это все будете вы будете это все тестувати переверять и то есть вам доведется если у вас например из 11 зависит от авторизации например 8 то вам придется перетестировать все 8 и вот как у вас это все происходит вы имеете ввиду как у нас построена обратная совместимость на случай изменения ну допустим если Если работать с микросервисом и менять какие-то изменения в нем, а Gateway в нем будет оставаться стабильным, это все классно, микросервисы просто супер. Но когда настаёт момент, когда нужно проапгрейдить микросервис и поменять ему Gateway, то начинаются проблемы и нужно перетестировать всю систему в целом. Но, скажем так, мы никак это не поддерживаем, если мы соберемся переписывать какие-то внешние интерфейсы воздействия, мы просто скажем заказчику все плохо, давай много денег, мы напишем тебе все за. Так, еще вопросы. Добрый вечер, спасибо за доклад. Почему у микросервисов нет описания? Есть у них описание, самое простое, если вы за маленькое количество времени успеете переписать сервис, это есть микросервис. То есть на любой язык имеется в виду переписать. То есть маленькое количество времени для каждого стоит. Для одних это две недели, для какого-то это месяц. Если вы за месяц можете с любого языка на любой переписать этот сервис, значит это микросервис. Не, я имею в виду не узкое понятие, а именно микросервисное приложение. Вот это имелось в виду. Ну, микросервисное приложение, значит, используют микросервисы. Нет, просто когда люди начинают только изучать эту тему, да, они там читают 100-500 каких-то постов на хабре, и, в принципе, они всегда видят вот такой классический вариант. Вот у нас есть микросервисы, которые обязательно должны пройти через постоянную аутентификацию и тому подобное. То есть никто никогда не задумывается о том, что микросервисное приложение – это просто ваш небольшой, даже буквально это ваш PHP-скрипт на плейне, да, написанный, который просто может дергать API, там, не знаю, Facebook, Twitter или еще чего-то для того, чтобы получать данные или постить туда. Это вот тоже уже микросервисное приложение. Да. И второе замечание, что микросервисная архитектура, она более стабильна от монолитной тем, что можно поднять кучу сервисов одинаковых. То есть, например, поднять пять авторизаций, и тогда она не будет у вас падать. У вас только будет одна точка отказа. Весь список сервисов, которые у вас есть, и все. Ну, нет, скейлинг, он не дает вам панацею, он просто вам дает больше стабильности. Ну да, а в отличие от монолитной, когда у вас монолит – это один, и все. Нет, ну монолит-то тоже можно скейлить, но там могут возникнуть проблемы, например. Вот сейчас текущая проблема, к нам пришел заказчик – монолитное приложение. Все работало с локальной файловой системой. Ну, падает. Давайте переедем в Амазон, давайте скейлить. Хорошо, будем скейлить. А что делать с локальной файловой системой? Переписывать на S3. То есть на какой-то внешний сервис хранилище данных. Ну и проверку можно запускать ракетменом, например, на совместимость. Когда пишешь план и запускаешь, перед выгрузкой на лайв, ты его запускаешь, чтобы он проверил все API. Попроверил, отчекался и все, готово. Это решает кучу проблем по совместимости. Спасибо за доклад. Спасибо за доклад. Вопрос по поводу монолитов и микросервисов. Вы, получается, на бэкэнде ушли от монолита, а как с фронтом? Там остался монолит или же вы как-то разбили это все дело? Там монолит. Там не то, что монолит, там гигант. Огромный гигант на ангуларе, честно говоря, который, когда наш девопс увидел, сколько он втягивает на старте, браузер втягивает файла, он такой позвонил, говорит, вы что, вообще что ли, психи? И в процессе разработки очень часто возникали ситуации, когда, например, неоптимально мы отдавали данные или неоптимально клиент принимал эти данные и он просто вешал браузер. То есть, допустим, у меня компьютер на работе Core i5, 16 гигабайт, а у меня браузер взял и лег. Вот и все. Это сколько? Что? Какой объем данных? Да я просто, по-моему, открывал окно втрицации, решит эти патроны. А получается, фронт у вас общается напрямую с микросервисами или есть какой-то пропс? Напрямую. Это у него какие-то, не знаю, еще вопросы. Вы говорили, что тяжело локально разрабатывать. Вот как вы побороли эту проблему или нет? Потому что, насколько я понимаю, нужно либо поднимать еще там все 11 микросервисов, чтобы они между собой общались, либо же как-то это мокать, либо еще чего-то. Не, но для тестирования какого-то из, для тестирования одного из микросервисов, в принципе, всегда достаточно ау-сбанла для того, чтобы мы могли авторизироваться и потом просто общаться с базой. Ну и бывали ситуации, что, допустим, там какие-то изменения внесли, его как бы тесты прогнали, вроде работает нормально. А когда начинаешь работать в совокупности, выясняется, что ненормально. Вот, то есть, и, ну, не знаю, может быть, у меня так просто xdebug настроен или еще что-то. То есть, когда он доходит до момента авторизации, у меня xdebug подвисает. Как только его выключаешь, он такой хопа отработал. То есть, я получил какие-то данные, ну, все-таки сложно. Сложно все. Ну, есть некоторые трудные сложности в тестировании. Да, еще по поводу дебага, как раз вопрос. Если кто-то упал, как понять, как бы, по цепочке, кто из микросервисов упал, это нужно какой-то там трейсинг, еще чего-то. Вот это хороший вопрос, Ника. Были ситуации, когда у нас у вас бандл, например, ну, вот в дев-режиме, да, мы симфонию, опять-таки, держим в дев-режиме для того, чтобы могли видеть происходящее. Учитывая то, что наши девовские инстансы, это все микро, они маленькие. Там, по-моему, если Максим меня поправит, 1 гигабайт, да, по-моему, оперативы и… Ну, то есть, очень малый объем. И за счет частого обращения, Symfony выстроил там такую огромную кэшаку, что у нас закончилось место, он не может построить кэш, он просто падает и все. То есть, и мы, например, там, пытаемся создать парсел, а мы не можем ничего получить. Ага. Полезли, полезли смотреть, кто в билдинге, живые, не живые. Билдинги живые. Ага, значит, остается только аут. Заходим, да, реально он не работает. Ну, что, почистили кэш, допустили, все нормально. То есть, да, система, как бы, отслеживания пока что еще страдает. Хорошо, спасибо. Так, ну, я еще чуть наброшу. А вот этот вот фронтенд, где авторизация вешала браузера, это было SPA или нет? Ну, естественно. Конечно. Как же, по-другому. Так, ну и следующий вопрос. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Ну, как известно, сейчас в любом современном приложении базовой сущностью является юзер. И, ну, как бы не существует или очень мало таблиц, где не хранится юзер-иди, к примеру. Как вы решаете эту проблему? То есть, это у вас либо отдельный сервис, либо оно как-то сохранено в одной базе, и вы там… То есть, как целостность ключи, как вы на этот накладываете? Вот такой вопрос. Пользователи для авторизации хранятся все в АУС. Вот. Но когда, скажем, заказчик пришел, была сначала такая тема. Есть суперадмин, есть пропорти-менеджеры, есть рольстав, да, который создает эти пропорти-менеджеры для какого-то узкого управления. То есть, и у нас не возникало ни вопросов, ни проблем, но мы храним все в АУС, все прекрасно, все замечательно, потому что мы туда стучимся, мы получаем, авторизируемся, получаем токен. А потом заказчик пришел и сказал, а я хочу туда попросить резидента. А вот, а резиденты живут в билдингах. Вот тут, да? То есть, и тогда возникло, ну, как, как вот все это сделать? Ну, что, пришлось при создании, при заселении резидента дергать АУС, добавлять туда пользователя. И при этом, да, мы создали в таблице ОАУС-юзер, создали, грубо говоря, юзер Форенкей. Естественно, без какой-либо целостной связи, это просто поле инт, куда мы сохраняем порядковый автоинкрементный айдишник с сервиса билдинга. То есть, и когда пользователя авторизировали, мы вернули модель, мы уже вот с вот этими вот данными работаем. Спасибо. Еще вопрос. Добрый вечер, спасибо за доклад. Немножко комментариев, потому что я как бы немножко сейчас связан с микросервисами. Единственное, они на ноде, но, в принципе, проблемы, думаю, у всех примерно одинаковые. Значит, меня дико улыбает, когда в качестве преимущества микросервисного подхода приводят так называемый агностик, архитектуру, когда вы можете один микросервис писать на одном фреймворке, другой на другом, менять языки, там, Go, PHP и все такое. Когда сталкиваешься с этим в реальности, получается, что это создает большие очень проблемы, а у нас используется один и тот же язык, один и тот же фреймворк, но даже версия используемой ноды в разных микросервисах есть четвертая, шестая, восьмая, уже девятая. И это просто какая-то дичь. В одном месте мы пишем с эвейтами, в другом месте промиссы, ну и так далее. То есть, по PHP примерно то же самое будет. Кто-то еще 5-4 юзает какой-то старый микросервис, кто-то седьмой и так далее. То есть, это, не знаю, почему это считается преимуществом микросервисной архитектуры, я не понимаю. Насчет кэша. С кэшом будет проблема еще такая. Если у вас есть микросервис А, от которого зависят микросервисы Б, С и Д, то при обновлении микросервиса А вам необходимо будет уведомить микросервисы Б, С и Д о том, что микросервис обновился, но в результате деплоя. И они должны сбросить свои локальные кэши. То есть, если в случае монолита мы просто банально сбрасываем весь кэш, или, например, в случае редиса сбрасываем кэш по маске, ну если он глобальный кэш один для монолита, то в случае с микросервисами сервис, который является зависимостью, должен уведомлять тех, кто его использует, о том, что он обновился. Это тоже такой еще себе геморрой на самом деле. Маленький нюанс по поводу того, что вы сказали, что при автоскейлинге будут там проблемы с локальным файловым хранилищем, и надо использовать S3. В Амазоне есть EFS, Elastic File System, который маунтится как обычный локальный, ну как локальная папка. То есть, на первых порах можно использовать его. То есть, в принципе, Амазон подходит нормально к автоскейлингу и для монолита. Я писал и монолит с автоскейлингом на Амазоне, на ПХП. И сейчас вот микросервисы на ноде, в принципе, он как бы flexible solution для любых применений. Просто я могу сказать, что никакой серебряной пули в микросервисах нет. Реально проблемы появляются другого плана, и они не менее болезненные. Такой вот комментарий, но извиняюсь, что немножко долг. Спасибо большое за дополнение. Спасибо за комментарий, кстати, и спасибо за то, что вы подсказали по поводу Амазона. Ребят, тут еще я смотрю много вопросов. Давайте еще два вопроса. Так, один здесь. Нет, нет, да, еще. Спасибо за доклад. У меня небольшой вопрос. Вот у вас на картинке очень красиво, там все сервисы независимые. А вот в самом начале вы рассказывали про паттерн Сага. Можно поподробнее рассказать, где он у вас работает? Здесь мы его еще не внедрили. Скажем так, когда мы изучали этот вопрос, а паттерн Сага мы еще не знали. То есть о нем я узнал буквально недавно, опять готовился к конференции. Дело в том, что он в какой-то степени больше ориентирован на Java, чем на PHP. И здесь придется под него писать эмуляцию. Эмуляцию на каком-нибудь асинхронном протоколе, там, например, на Рэббите или на Кавке, над которой придется громадить, ну, выстраивать достаточно сложную архитектуру, потому что, как бы, создать транзакцию в транзакции – дело, как бы, непросто. То есть здесь ее еще нет. Но в перспективе мы уже обсуждаем, ведем переговоры с заказчиком, что в какой-то момент, когда он все-таки, допустим, дойдем мы до какой-то определенной точки, да, там, например, 13-15 микросервисов, то мы начнем, как бы, внедрять некоторые новые степи технологий для того, чтобы гарантировать максимальную стабильность его приложения. Спасибо большое, Адим. Еще вопрос? Давайте. Добрый вечер, спасибо за доклад. Вопрос такого плана. Какого размер проекта должен быть, чтобы было целесообразно вводить микросервисы? Ну, именно в часах разработки. То есть вы упоминали вначале, что, например, целесообразно это делать на стартапах. В моем понимании стартап – это 3-4 месяца разработки, в котором надо быстро что-то выкатить. Это около 10-20 таблиц в базе, и, как бы, связанность очень небольшая, на самом деле. Ну, не сочтите за оскорблением, но это уже зависит от степени вашего изврата. То есть вы можете взять и каждую сущность на микросервисы разделить. То есть нету какого-то правила, вот надо вот 20 таблиц, да, здесь, 20 здесь. То есть у нас в некоторых микросервисах их 3-4, а в билдинге, например, их около 30. Все зависит от того, ну, от логики, которую вы собираетесь закладывать. То есть, как я уже говорил, вы можете заложить микросервис на какую-то узкую направленность, например, на работу с профайлом пользователя, а можете на более широкую, например, на обработку заказов этого пользователя. Хорошо, спасибо. Ну, давай, последний, последний, быстрее. Не знаю, вопрос, возможно, глупый, но почему бы не расшарить AUSDB на все микросервисы, чтобы если AUS вдруг падает, то чтобы все остальное не легло. Как вам сказать, когда перед вами поставят, допустим, ведро с шоколадом, у вас будет соблазн туда руку запустить? Ну, если вы любите шоколад. Ну, или хорошо, поставят что-то перед вами, что вы очень любите. У вас же будет соблазн это схватить и съесть. Это, конечно, потому что, опять-таки, я это упоминал, у разработчика рано или поздно появится соблазн получить данные напрямую или изменить эти данные напрямую. Хорошо, ребят, спасибо за вопросы. У меня последний вопрос в Диме. Какой тебе больше всего вопрос понравился? Так, про кэширование, которое поставило меня в тупик. Так. Блондинчик, а ты хорош. Спасибо большое за вопрос. Так, ребята, у нас тогда очень короткий сейчас кофе-брейк. И через пять минут возвращаемся. Я не знаю, там еще есть что-то печеньки? Что-то еще не съели?